приветствую youtube итак у нас с вами айрошу элит мне надоело ждать пока затупится заводская заточка и соответственно я перетачу его и буду снимать изначально он сейчас на заводской заточки он все еще неплохо очень неплохо режет чисто субъективно бумажку я им ни разу еще не резал ну вот в одном месте у кончика есть затык потому что он у меня уже только не резал но бумажку для заводской заточки режет очень хорошо по всей режущей кромке кроме одного единственного места где поймал какой-то то ли мини заминчик микро заминчик то ли микроскольчик не знаю как можно посмотреть нельзя сейчас разглядеть вот вот здесь он может получится может и нет смотреть не не видно я думаю ну так вот что он из себя представляет этот это участок такой да вот он во поймал участок где чуть-чуть я бы что-то явно задел причем несколько раз нож участвовал так сказать в резе там один раз пластмассы один раз на твердом объекте поэтому есть вероятность что как бы я там его засадил но не суть во всех остальных частях режущей кромки он режет очень хорошо тут как бы я думаю набреет до сих пор вот сейчас им брить не буду потому что еду буду резать что я хочу сделать я хочу делать ну в кавычках салатик то есть давайте порежем просто обычные продукты я при этом даже так как на кухне не смог примастить камеру буду делать это все сидя так ну что начну пожалуй наверное не зелени потому что зелень лучше сверху кинуть вот и зелень разлетаться будет начну наверно с перца перец обычно ножами колется но здесь благодаря тому что очень хороший кончик рабочий можно только кончиком проводить по перчику и не иметь никаких проблем с колкостью я же большой перец этим же ножом и разрезал кстати надо сказать что вот так вот держать нож вот положив сюда палец или даже сюда но мне вот удобнее даже сюда пока в большинстве случаев сидя стоя по-другому держишь нож может еще даже вставлю даже покажу вот в принципе нормально нет ощущения что он раскалывает наоборот есть ощущение шумка хороший шеф-топы входит и проскальзывает через продукт попробуем то же самое с помидоркой с помидоркой тоже конечно форма дает о себе знать ну в хорошем смысле то есть вот такой вот подворот рукояти относительно линии режущей кромки это очень удачно и ну вы сами видите как тоненько напоминаю заводская заточка слайсит помидор ну что ж продолжим помидор вот он большой вот у него кстати есть какой-то такой убитый участочек сейчас мы его сразу снесем не нравится мне естественно не пойдет он салатик ну и вообще нормально нет момента расколол или еще что то понятно что режет не так как шеф нож не так как овощной нож там да это ясно это естественно но там приехали в гости к друзьям на новый год друзей нет ни одного острого ножа не надо себя мучить не надо переживать можно спокойно взять айрошу из кармана не фигачить салат вместе со всеми без мучений вот тем местом где он получил удар он немножко проскальзывает вот в этом месте где износ меньше он совершенно спокойно просаживается вот реально та 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 часть которая засажена посмотрим что будет дальше помидор ну естественно это обещал стоя давайте стоя тоже ну кто как режет да когда нужно помельче я обычно делаю вот такие веерообразные разрезы тем более что таким ножом это удобно но вот когда я встал мне удобнее всего нож вот так схватить наверно надо как-то все-таки сдвинуться сюда чуть-чуть вам же не важно как бы человек куда закидываю важно чай режем и как это называется не смотри в камеру смотри что ты делаешь этот засмотрелся стоя в камеру думаю видно вам не видно на самом деле заводская заточка изначально была на не очень маленький угол так чисто визуальном даже очень тонкая достаточно тонкое сведение очень тонкий подвод вот поэтому есть у меня подозрение что нож еще 30 значительно лучше поставки вот там градусов на 36 а может на 40 даже потачу потому что сдается мне что он завода там может и больше чем на 40 заточен ну вот я пытаюсь пушкатить попробуем так как это делается шеф ножами вообще да в конце обнаглел даже немножко ускорился нормально кстати нормально сейчас надо как-то это туда вот от сама свалить все дело здесь кусочек упал здесь такое конечно в лайтбоксе салат нарезать я вам скажу целом самый комфортный пока салат был из всего того что я носил на кармане и пришлось делать салат это наверное был кто это был наверное это было рез это был бенча рез то есть пришлось делать салатик реально ним и каких-либо трудностей абсолютно не было чем мне нравится такая форма клинка что гарантированно все прорезаешь потому что кончик вот так вот прям аж хрустит по доске слышно держаться по-всякому удобно за нож и большой рукой я думаю будет удобной маленькой и поближе и подальше кто как больше любит баланс ножа к счастью стопроцентный поэтому смысле симметричный в районе под пальцевой вот этой покажу вот поэтому как хотите так и держите хотите вот так держите можно держать вот так это уже дело вкуса пушка там он тоже режет естественно кто как больше любит можно вот так нормасики не колет единственное что вот луковицы у меня не оказалось вот можно было бы попробовать еще лук но опять таки благодаря довольно адекватному гринду изначально не очень толстому клинку это не 4 не пихать не четыре с половиной миллиметра когда даром что спуске от обуха не канает это просто и все и так получилось да скажем так все нормально вот теперь салатик нарезан ну надо сказать я лично доволен короче мне удобно мне хорошо сейчас вытру досочку и покажу следующий этап так доска сухая теперь хочу поколоть орехи ну как поколоть этот бразильский орех его охота засунуть в завтрак но естественно таким целиком его кидать в ну скажем так холодную кашу с ряженкой не будешь поэтому надо с ним что-то сделать но естественно надо измельчить ну поэтому я сейчас и буду это делать это типа как изготовление миндальной стружки на миндальной стружки вот есть такие миндальные хлопья ну вот что-то в этом духе будем делать нормально я одессишничаю нож уже какое-то время довольно прилично надо сказать что за время одесси поюза он конечно порадовал порадовал много раз и я могу сказать что качество тут конечно очень хорошая вот у меня пока нет нареканий по стали никаких я в принципе удивлен как раз тем что обычная быстро слетающая бритвенная острота заводской заточки держится это может вполне говорить в пользу в пользу стали потому что я не вижу здесь на подводах каких-то чудес в плане заводской заточки до чтобы сказать что нет они просто офигенно вывели как бы кромочку конечно такого здесь нет вот никто практически завода не занимается особо кромкой ну там найти есть редкие исключения небольшие там хоги неплохо точат на заводе вот пару раз я видел не знаю видимо хороший день на заводе в этой заточной части по раз я видел хорошо точеные южный крест ножи в которых прям такое чувство что прям заморочились на режущую кромку вот ну и в принципе все так то вот нож я потом обязательно помою потому что он беднярочка весь измазался и пачкался вот ну а надо сказать что где-то пропустил такую штуковину оставил огромную я думаю можно вот так вот просто вмешаться несколько раз не ну задача тут это превратить в пыль не стоит поэтому все вот чем еще удобен нож мне нравится знаете вот этот вот скос который абсолютно прямой вот он прогнул тут такую чушу есть абсолютная плоскость если так смотреть она есть что удобно вот это удобно удобно им делать вот такое я на журом один раз уже вынуждены даже ел и опять таки вот эта штучка плоская она добавляет удобства ну иногда приходится там забудешь там ложку вилку собой кинуть походную сумку вот и приходится есть тем что с собой делая это руками и другим ножом у которого нет такого прямого участка то было бы менее удобно это уж точно вот ну что ж осталось последнее самое последнее это то что наверное не стоит делать со своим ножом но я все-таки сделаю и так были на канале такие видео это армированный шланг внутри витая пара алюминиевая витая пара мне тут пытались залить что это сталь да нет товарищи это минус все-таки омедненный алюминиевый кабель плюс там бамбуковая палочка и деревяшка ну деревяшка тонко да и свернутая во много-много раз бумага альбомный лист бумаги целиком это очень тяжело режется ну и давайте попробуем это порезать сначала пушка там пушка там это конечно нереально ну а теперь будем они нарезать ух ты ничего себе пробуем еще раз отрезать не режет больше все или я больше не могу найти еще раз конечно попробую если надавить как следует то конечно прорезает ну что ж теперь посмотрим что у нас на кромочке творится так в целом вроде больше ничего страшного не творится ну субъективно рез вообще не изменился за все время на все тесты то есть он режет с трудом почему потому что ну просто во первых тяжело вот во вторых заводская заточка я вы угол приличный на самом деле вот но это не затупило нож так в общем и целом это нож не затупило я думаю что в целом хватит но я уверен что вы так не думаете поэтому вот еще деревяшечка сейчас я вспомню какая ее страна мне вообще не понравилось по моему все таки вот это что она была какая-то кривоватая неплохо грызет хотя это нож вообще ни разу не для таких дел на вообще нормально грызет от слова совсем нормально даже ту часть которая сучковатая бумажка по моему появился что это что-то они показалось ну в общем только то что вы видели вот в этом месте осталось проблемой естественно не знаю где поймал этот скол где-то поймал так конечно уже бумажка я явно уже напортил короче нормально все толковый нож и на первый взгляд очень даже толковая сталь ну а дальше когда-нибудь будет когда она таки затупится переточка и покажу кстати после всех этих упражнений люфтов никаких не появилось замок не залип очень хорошо рука ну в принципе нормально нормально для ножа который не предназначен для таких вещей вообще неплохо на этом все хороший толковый нож аэрошу зачет за сталь